В 11-м микрорайоне Шимкента полным ходом ведутся работы по замене высоковольтного электрического кабеля. Планируется осуществить замену 450 метров электрических подземных сетей. Электрики обещают, что разрушенный ими новый тротуар обязательно приведут сами в порядок. Мы планируем завершить все работы в течение 5-6 дней, после чего приведем в надлежащий вид поврежденную нами брусчатку. Как известно, ломать не строят, а давать обещания гораздо легче, чем выполнять их. В прошлом году, примерно в это же время, по улице Оренбая-Кына и Уалиханова была начата модернизация тепловых магистральных и внутриквартальных надземных и подземных сетей общей протяженностью 6,5 километров. Тогда строительная компания ТУ «Каз Оилсервис» клятвенно заверила, что после окончания работ приведет в надлежащий вид разрушенное дорожное полотно и тротуар. После странного ремонта залатанный асфальт просел, простыл и след сотрудников ТУО. Как здесь ездить невозможно. Повсюду хабы и раздолбанный асфальт. Что нельзя нормально провести ремонтные работы? Мы все платим транспортный налог, не маленький. Так почему мы не ездим по нормальным дорогам? Я раз в год обязательно полностью ремонтирую ходовую часть машины. А запчасти сейчас какие дорогие? В городском отделе ЖКХ просят не делать из этого трагедию. Там уверяют, что строительные компании, проводившие модернизацию тепловых сетей и повредившие асфальт, никуда не исчезли. Ремонт они сделают, причем за свой счет. Правда, не сиюминутно. В настоящий момент подрядной организации дано предписание о скорейшем устранении. В связи с погодными условиями, сейчас до 15-10 июня эти работы по остановлению дорожного поводства будут проведены. Также в прошлом году нами проводились работы по текущему ремонту внутриквартальных сетей. Согласно предписанию, после восстановления поврежденного дорожного полотна, подрядная организация обязана на протяжении пяти последующих лет обслуживать дороги. Это и есть то самое гарантийное обязательство. Бахром Абдулаев, Марат Давлетов, Камила Сайфолина, информационная служба телекомпании «Отрар».